Четыре с минусом. Именно так губернатор области оценил деятельность правительства за 2017 год. Повлияло многое. Не все задумки были реализованы. Однако, есть и положительные стороны. По многим направлениям область показывает позитивную динамику. И что особенно важно в реальном секторе экономики. В обрабатывающих отраслях объемы выросли на 2,4%. До 106,3% увеличился индекс производства продукции сельского хозяйства. Мы вышли на первое место в Центральном федеральном округе по темпу роста инвестиций в основных капитал. Их объем составил 63 миллиарда 800 миллионов рублей, что на 22% больше, чем в прошлом году. За прошедший год заработная плата рязанцев выросла на 8%, а уровень безработицы снизился. Сейчас он всего 0,8%. В регионе полным ходом идет цифровая трансформация. Коснется она трех больших областей. Медицины, образования и правительства. Во вся сфера внедряется бережливое производство. Оно призвано помочь людям убрать многие трудности, с которыми они могут столкнуться. Например, переход на МФЦ позволил области существенно сэкономить бюджет. Знаковым событием стало беспрецедентное решение главы государства о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Для нашего региона это почти 13 миллиардов рублей, которые можно направить на развитие области. Или более половины всего госдолга. Это позволило высвободить значительные ресурсы и сформировать на 2018-2020 годы бюджет, направленный на экономическое развитие. После отчета губернатор области ответил на все вопросы депутатов, сформированные на основе запросов населения города. Начались темы загрязнения окружающей среды различными заводами. Николай Любимов заверил правительству, что в настоящее время ведется усиленная работа на предприятиях. Коснулись и социальных тем. Много еще осталось сделать по ремонту и строительству дорог. Дороги вызывают справедливые нарекания у населения, у нашего. Мы прекрасно это понимаем. Опять же, в рамках тех возможностей финансовых, которые у нас есть, мы будем эту проблему решать, упор делая в основном на качество ремонта, качество строительства дорог. Один из важных вопросов – это точечная застройка региона, против которой выступает губернатор. Он ответил, что она продолжается только по ранее выданным разрешениям. Николай Любимов надеется, что в ближайшее время у всех микрорайонов города будут грамотные проекты планировки территории. В конце выступления губернатор сообщил, что ожидает оценить работу правительства за 2018 год куда выше, чем за предыдущий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».